9 октября – Всемирный день почты. Письма и открытки в современном мире можно отправить через интернет. Но остались и те, кто использует только бумажные почтовые карточки. У этого движения даже есть свой термин – посткроссинг. Представители сообщества, частые посетители почтовых отделений. С почтальоном и посткроссером пообщалась наша съемочная группа. Татьяна – посткроссер со стажем. С 2016 года она отправляет и получает открытки со всего мира. Адреса Татьяне подбирают случайным способом на сайте посткроссинга. На этот раз попался адресат из Новосибирска. Выбор открытки и написание текста – самая интересная часть отправки. Многие пользователи сайта даже коллекционируют почтовые карточки. Самый первый альбом. Он специально помечен такими наклеечками, которые мы, кстати, тоже прислали. Первую открытку, наверное, свою я здесь не найду, потому что их очень много. Я уже, честно говоря, ее не помню. Фильмы, животные, пейзажи. В коллекции у Татьяны более тысячи открыток. В первом альбоме они распределены по темам. В анкете на сайте посткроссинга участники пишут свои пожелания по открыткам. У Татьяны это коты, сказки и работы современных художников. Открытки, они очень интересные, они очень необычные. Лена Гнедкова. Это современная художница. Ну, может быть, мрачная, да, темноватая, но они очень уютные на самом деле. Они имеют определенную стилистику, определенную тематику. Еще одна моя самая любимая художница, наверное, даже я ее так покажу, это Егоренкова. Увлечение посткроссингом началось в 2015 году. Перед Новым годом Татьяна от имени Снегурочки отправляла открытки детям своих друзей. Юные адресаты были в восторге от новогоднего чуда. Их родители предложили Татьяне присоединиться к движению посткроссеров. То, что я как-то сначала настороженная, думаю, ну, сейчас меня это вот затянет, это сейчас вот это вот, я сейчас буду охотиться за этими открытками, азарт. Ну, это правда, вот в итоге три вот этого альбома, потому что действительно это очень затягивает. Посткроссеров в почтовом отделении видят редко. Здесь продолжают оплачивать счета, получать и отправлять посылки, деловые письма. Но почта идет в ногу со временем. В отделениях можно приобрести продукты или заказать их домой. Большинство почтовых услуг сейчас можно получить онлайн. Это и запись в любое отделение, которое удобно для человека. Это и отслеживание и отправление посылок. То есть посылку можно через приложение оформить, оплатить и даже отправить из дома. Современный почтальон – это еще и курьер. В отделении 140-005 Светлана Комова работает 26 лет. Люберчанка не понаслышке знает, как изменилась почта с прошлого столетия. Раньше было, ну как газеты, письма все. А сейчас и продажи, и подписка, и на дому. То есть клиент позвонил, мы пришли, подписали его дом. Работа прибавилась. Во-первых, хотя и говорят, что сейчас многие перешли на электронку, неправда. Вот посмотрите, у меня у ФМС, пожалуйста, большие, очень много писем. Последний штрих в посткроссинге – наклеить марку и бросить в почтовый ящик. Впереди ожидание ответной открытки, которую принесет почтальон. Айтаж Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.